Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами исследование послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 12 главу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Так начинает апостол Павел, говоря в предыдущей главе о том, что нет никакого преимущества быть иудеем, хотя говорит о том, что быть иудеем и иметь такое наследие, которое они имели в Ветхом Завете, это, конечно, преимущество, но говорит о том, чтобы они не гордились. Потом говорит язычникам, ну вы не гордитесь, что по их отпадению вы стали привиты к святым откровениям, данным еще в Ветхом Завете пророками Божиими, так умеряя в римской общине те настроения, которые так были, которые, в общем-то, полезны, как было и сказано, и для нас, чтобы мы не возвышались друг над другом, потому бывает и такое, что приходит человек и говорит, что ты меня учишь, я там в седьмом поколении сын священника, а ты тут только пришел, и поэтому такие настроения и возвышения друг над другом бывают и в церкви, и сегодня, а другой говорит, я пришел, но зато вот я делаю, а ты ничего не делаешь, хоть ты там и в десятом поколении священнического рода. Чтобы этого не было, очень полезно почитать предыдущую главу. А теперь апостол 11, да, а теперь апостол начинает и говорит даже, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего. Теперь он всех призывает, и тех, и других к разумному служению. Поэтому поводу дает комментарий святитель Иоанн Златоуст и пишет следующая цитата. «Как говорит Павел, тело может стать жертвой?» задает он вопрос и отвечает. «Как говорит Павел, тело может стать жертвой?» Пусть глаз не видит ничего дурного, и он становится жертвой. Пусть язык не говорит ничего постыдного, и он становится приношением. Пусть рука не творит ничего беззаконного, и она становится всесожжением. Вернее же, этого недостаточно, но нам нужно и благое творить, чтобы рука творила милостыну, уста благословляли недоброжелателей, а слух постоянно был занят слушанием Слова Божия. Ибо жертва не имеет ничего нечистого, жертва есть начаток всего». Другими словами, по слову Блаженного Августина, апостол Павел призывает нас воспламенять душу любовью к Богу. Вот что пишет Блаженный Августин. «Если тело, которое меньше души, и которым душа распоряжается, как слугой или инструментом, является жертвой при добром и правильном использовании для служения Богу, насколько же более сама душа, когда она отдает себя Богу. Тогда, сгоревшись огнем божественной любви и оставив мирские вожделения, она восстанавливается в неизменном божественном виде, становясь прекрасной в очах Его. «Потому что это происходит от излитой им, то есть Богом, красоты. Тогда душа превращается в жертву святую». Конец цитаты. Мы видим, Блаженный Августин здесь проводит такую параллель между телом и душой. Как прекрасно, если дела и все тело, то есть все внешне отдается Богу, но насколько, он говорит, прекрасней, когда и ум, и чувство, и воля, душа, как трехсоставная, отдается целиком на служение Богу, тогда она, в общем-то, преображается. И текст, который, второй стих, «Не сообразуйтесь веком сим, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обратная перспектива этого стиха, она может быть такая, когда мы сообразуемся с веком этим. То есть апостол нам говорит, не берите образы для подражания из этого века, то, что не согласуется с божественным откровением и святоотеческим наследием. И обратная перспектива, какая будет, если мы будем сообразоваться, она будет такая. Сообразуйтесь с веком этим. Никогда не поймете и никогда не сможете преобразоваться или образоваться умом вашего. И никогда не поймете, что есть воле Божия, благая, угодная и совершенная. Для вас, сообразуяшись с этим веком, эта воля Божия будет всегда неблагая, неугодная вам и несовершенная для вас. Очень емкий стих, говорящий о многом. Если мы, то что называется, в своем церковном служении будем держать нос по ветру стихи и все делать по стихиям века сего и по вудым выдумкам человеческим, а не по правде Божьей. Видите, Леон Златоуст пишет по этому поводу следующая цитата. Мы испытывали разные вещи, в чем воля Божия, благая, угодная и совершенная. Ибо то и другое нечто одно. Ведь Бог хочет того, что полезно нам. А чего хочет Бог, то и нам полезно. Конец цитаты. По данной мне премудрости, продолжает Дарья Апостол, и по данной мне благодати, да, вернее, по данной мне благодати, всякому из вас говорю. «Не думайте о себе более нежно должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». Хочется сказать, но эти слова режут нам слух. Не думайте о себе много, извините, мы только о себе и думаем. Давайте посмотрим, о ком больше всех в жизни мы заботимся. Ответ очевидный. О себе любимом. Мы же все просто самовлюбленные. Сколько мы себя кормим, одеваем, ублажаем. Ну, а другим мы даем это внимание, ну, так, как подачку. Ну, ладно. Ну, и для тебя тут сделаю. Что там? Посуда осталась? Ну, ладно. Чашку с собой помоем? Ну, ладно, и твою помоем. Вообще ты должна. Я ее просто брошу туда, в мойку, и пусть там лежит. И все, все мне должны. Это все мелочи, о которых я сейчас говорю. Но по большому счету, по большому счету, мы все носимся с этим, как бы, неоплаченным счетом. И все нам должны. Только мы никому не должны. Потому что это мы. И представьте себе, братья и сестры, что так думает каждый человек. И это ужасно. От этого все нестроения, конфликты. Потому что каждый думает о себе слишком высоко. Поэтому апостол и дает очень хороший совет. И говорит, не просто от себя дает этот совет, а под данным неблагодати. То есть Господь ему по благодати, если хотите, Господь по благодати ему передает эту рекомендацию, которую он дает нам. Какую? Не думайте о себе. Более нежно должны думать. Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. И далее продолжает. И вы как в одном теле, у вас много членов, но не у всех человеков одно и то же дело. Видите? Он здесь говорит о том, что не хватайтесь за все сразу. У каждого свое дело. Есть какое-то дело. Есть какое-то послушание у тебя в церкви. Есть какое-то поручение в церкви. Есть какое-то благословение. Не надо приступать к границе и хвататься за все. В другом месте, не помню где, можете сами найти, апостол Павел говорит, по-моему, ему принадлежат эти же слова. Если я ошибусь, поправьте. Он говорит, не берите то сверх сил, чтобы не попасть вам под осуждение дьяволу. Мы часто бываем, берем что-то не по мере. Как говорят, ревность не по разуму. Начинаем рассуждать о вопросах веры, никогда в жизни даже не прочитав кормчую книгу или постановление вселенских соборов. Мы начинаем рассуждать о правильности, неправильности толкования. А хочется спросить, а кто из нас с вами прочитал священное писание от бытия до откровения? Поэтому здесь апостол говорит, ибо в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого, просто члены. Действительно, руки, ноги, голова, язык. Об этом рассуждает апостол Павел в другом послании, в посланиях к Коринфинам. И он говорит, тоже у всех разное служение, которое Бог определяет ему. И очень важно тщательно исполнять то служение, которое тебе поручено, а не разорваться во все стороны. И вот слышал от одного монаха и священника, архимандрита, как однажды, ну, на одном таком, скажем, заседании определенной церковной структуры, не буду говорить, кто и где, он так сказал, что, знаете, это да, это все хорошо, вот это нужно, и это нужно, и это, но мы боимся, чтобы нам не выйти из-за границы нашего послушания, то, что нам определили, чтобы не заниматься делом того, чего нам не поручали, на что не благословляли. Это очень важно, и меня это тогда так, такое дало хорошее вразумление. Да, вот интересно, как, да, есть вот это, вот, храни границы, нужно что-то другое. Поэтому апостол Павел так и говорит. И как по данным мне благодати, опять это подтверждает, имеем различные дарования, то есть имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальство и с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Любовь, пишет в 9 стихе, да пребудет непревратно, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Видите, как перечислил добродетели, имеешь ли служение, пребывай в служении. Умеешь ли учение, пребывай в учении, увещеватель ли увещевай. Что такое увещевание? Вот священномученик Дрофей пишет следующее, да, тирский, увещевание, цитата. У увещевания есть призыв, которым мы призываем еще находящихся в неверии к вере Христовой, еще не рассказывая о цели такой жизни, но вселяя в них желание вкусить вечных благ у веровых во Христа. То есть увещеватель это в некой мере, по сути, человек, занимающийся духовным просвещением или миссионерским служением. И далее, будьте братолюбивы, почтительны друг друга, друг друга, как говорит апостол в 10 стихе, друг друга с вежливостью. Будьте братолюбивы друг друга с нежностью и в почтительности друг друга предупреждайте. Вот так пишет. Конец цитаты. Такие важные слова, никого не презирая. Да. И друг другу имейте кротость. Вот чему учиться. По-моему, мы, по-моему, вообще занимаемся не теми делами. У нас все как-то по-другому. Вот мы точно, ведь апостол Павел начинает с этого «не сообразуйте с веком сим». Вот мы поступаем все по образу века сего. С кротостью друг к другу. Да, чего это я буду ему? Мне за это не платят. Да, за кротость. За кротость мне не платят. За что еще? За любовь тоже никто ничего не платит. Да. Чего это я буду к нему? Да, извините. Вот заплатите. Я же говорю. И сам вначале Савв сказал, что мы носимся с этим неоплаченным счетом, предъявляем всем, пожалуйста, будьте любезны, крутость вам и смирение, готов, сделаем. Столько-то будет стоить. Прескурант на любовь. Опасно. Вы знаете, где и кто занимается в другом понимании слова «это любовь» и предъявляет прескурант? Вот не будем похожи на это, в духовном смысле этого слова. На блудницы. Да. Предъявляю счет. Поэтому так и пишут, в усердии не ослабевайте. Врусим Диоланский, свидетель, пишет по этому поводу. Это означает, что мы не должны, цитата его, означает, что мы не должны быть прохладными, выполняя Божие дело или закон. Такие важные слова. Апостол Павел тоже скажет об этом и в другом послании. Такие слова. Тот, кто делает Божие, делает с небрежением, тому грех. Ох, какое важное предупреждение. Любое дело, которое мы делаем с пренебрежением, это уже грех. Молитва ли, подготовка ли к лекции на xg.ru, если с небрежением уже грех. Как важно это все помнить. Или какое другое послушание в храме. Проводим ли воскресную школу, готовимся к ней. Как мы это делаем? Так, как, сообразуясь с веком сим, как эти, отработали бы среда, мы побежали. Будем внимательны к тому, что мы делаем и как мы это делаем. Так и пишет, действительно, бросим и диаланский. Это означает, что мы не должны быть прохладными, выполняя Божие дело или закон, как говорит в Откровении Иоанн. Но как ты тепл, а не горячий и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Как же этого достичь, чтобы не впасть в это состояние, делать что-то без усердия и с пренебрежением? Продолжает свидетель Амурисем Диоланский и говорит так. Ежедневные духовные упражнения устраняют лень и делают людей бодрыми. О каких упражнениях, говорит свидетель Амурисе, о духовном делании, чтении Евангелия, молитвенное служение, предстояние перед Богом, делание милосердия, сострадания. Любое дело, которое мы бы не делали ради Бога и ради ближнего. Так и говорит, утешайтесь далее, продолжает надеждую, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Видите, вот о каких упражнениях. В скорби терпеливы, в молитвах постоянно. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странном приемстве. Что это такое в нуждах святых? Для тех людей, кто делает дело святое, какое самое святое дело? Проповедь Евангелия. Призыв людей ко спасению. Вот самое святое дело, которое завещал Спаситель. Это дело, возвещение неповрежденного евангельского благовестия людям, которые находятся за пределами православной церкви. В нуждах их принимайте участие, помолитесь за них, помогите, как можете, подскажите. Так и пишет. Благословляйте гонителей дальше. Говорит, да, вот будьте постоянно в молитве, в нуждах, принимайте участие, ревнуйте о странном приемстве. Тоже очень важно. Странное приемство. Это значит, принимать людей. Если люди просятся, если у вас есть и место, и возможность, чтобы где-то остановиться на какое-то время у вас. Это тоже важно. Мы об этом забываем. Особенно этого не любят люди, которые живут в мегаполисе. Москвичи, о, из деревни приехали. Это все. У нас сразу начинается жизнь совсем не христианская. И если особенному примем, то, скорее всего, до этого дела не доходится. Эту заповедь, странноприимство мы ее обходим другой поговоркой. В Москве много недорогих гостиниц. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Вот это очень важно. Со всеми ли мы должны радоваться и со всеми ли должны плакать? А вот что по этому поводу пишет Ироним Стридонский. Цитата. В отношении этих слов также следует проводить надлежащее и подобающее различие. Ибо христиане должны присоединяться не ко всякой радости и не ко всяким плачущим. И не со всяким плачущим проливать свои слезы. Если я увижу, что некоторый радуется деньгам или обширности своих владений или громким мирским почестям, я не должен радоваться вместе с ним. Ибо знаю, за такими радостями следуют скорбные стинания и слезы. Сказано. Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И далее продолжает. Следовательно, если мы видим, что некто совершает дело, достойное быть вписанным на небеса, дело праведности, любви, мира и милосердия, заслуживающее быть вписанными в книгу жизни, с такими людьми мы должны радоваться. И если видим человека, отвергнувшегося от заблуждений, пришедшего от мрака, невежества к свету истины и в состоянии покаяния, с таким должны плакать. Конец цитаты. Очень важное уточнение и пояснение. Да, с радующимися радуйтесь, с какими радующимися, и чему радоваться, а с плачущими плачьте. О чем плакать, о грехах? Больше никак. Так, если дальше, 12-18, если возможно, будьте в мире со всеми людьми. Очень важные слова, которые сегодня некоторые люди передергивают и спекулируют на них и говорят, надо быть со всеми в мире. Нет, не совсем так. Если возможно, пишет апостол, видите, если возможно, значит, есть такие ситуации, когда невозможно, а невозможно быть в мире с кем, а с теми, с чего начинает апостол Павел во втором стихе этой главы. Не сообразуйтесь с веком сим. То есть невозможно быть в мире с теми, которые сообразуются с веком сим. Почему? Потому что сказано, что дурные сообщества разращают добрые нравы. И блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Это не значит, что мы не должны входить в общество этих людей и общаться с ними. Должны. Но о чем? О спасении. И не должны, а что не должны, сообразоваться с их образом мысли и образом жизни. Поэтому так. Насколько возможно, поэтому, говорит апостол, для вас, то есть будьте в мире со всеми, желая их обращения и спасения. Далее апостол продолжает. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне от мщения, и я вас дам, говорит Господь. Заметьте. За себя. Помните? Кто ударит тебя в правую щеку, поставь левую. Тебя. А не Родину, не Мать, не Церковь. Помните? За себя нельзя мстить. Можно ли за других? За других надо не мстить, других надо защищать. Если мы видим, что находится человек, и кто-то на него нападает. Должен ли защищать? Да, должен. Но за себя дайте место гневу Божию. Видите как? Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делаете это, собираешь ему на голову горящие уголи. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Опять священно-мученик Дорофей Тарсийский пишет по этому поводу следующее, горящие уголи. Цитата. Павел внушает это не как учитель зла, ни в коем случае, но искусством и мудростью утихомиривает и укращает порыв гневающегося. Точно. Попробуйте во время какой-нибудь спора или домашнего конфликта просто в этот момент замолчать и ничего не отвечать, а помолиться внутри. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно, Пресвятая Богородица, спаси меня. И так какое-то время и ничего не отвечает. И вы увидите, что будет. А благодать Божия, она будет присутствовать. Потому что Бог там, где кротость и смирение духа. И этим самым, как говорит священно-мученик Дорофей Тарсийский, порыв гнева укращается. Вот так. Поэтому апостол так и пишет. Не будь, говорит, побежден злом. То есть, что это означает? Если ты в этот момент начнешь кричать, и точно так же, ты тоже будешь побежден злом. Ты же будешь злиться в этот момент. А когда замолчал, ты уже не будешь побежден злом. А что? А дашь себя в руки Божией. Поэтому апостол так говорит. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.